Продолжение следует... Продолжая очень интересную тему о кладах, то эстонская кухня — это очередной клад, который нужно найти. Он где-то виртуальный у нас есть, но когда мы спрашиваем кого-то, даже тех, кто должны знать о ней что-то, те обходятся тремя-четырьмя обозначениями. Это килька, салака, черный хлеб и еще что-нибудь. Говорят, о вкусах не спорят. Однако спорят, да еще и как. Итак, для меня, или моя сознательная жизнь вся прошла в ресторане. Нормальные люди ходят в ресторан один или два раза, неделю или месяц. Я же хожу каждый день. Но поверьте, это не такой праздник, как для тех людей, кто приходит в ресторан. Всегда, когда я занимаюсь... Я очень много разных продуктов проел, дотронулся для них со всех сторон, просидел в многих международных жюри, переел все интересные кухни, все очень дефицитные, очень уникальные продукты. Проработал за барной стойкой, проработал в зале ресторана, проработал в кухне, учился у самых знаменитых поваров мира. Но когда я прикасался на кухне, к эстонской кухне, к эстонским блюдам, у меня всегда внутри появлялась какая-то вибрация. Я понимал, что я делаю что-то очень значимое. Не для себя, не для своей кухни, а для государства. Я работал на обеде с римской папой, готовил для римского папы, для принца Чарльза, для очень многих президентов, для очень многих, очень важных людей. Но никогда я не чувствовал такое, когда работал с любыми мировыми продуктами. Эстонская кухня для меня была всегда какой-то глубокой государственной тайной, которая хорошо охраняется. И чтобы что-то узнать о ней, нужно залезть в какой-то сервер, взломать его, разделить это на молекулы, байты, килобайты, узнать, из чего же она состоит. И вообще, есть ли эстонская кухня? Как вы думаете? Она есть, правильно. Она есть. Даже килька, салака, хлеб, холодец и кровяная колбаса, даже из этих продуктов можно создать великолепные, конкурентоспособные блюда на мировом уровне. Тем более, что есть очень простой пример. Пример новой северной кухни, которая всего лишь за 15 лет, а в гастрономии это очень маленький и очень короткий срок, за 15 лет стала волновать умы всех поваров, которая вышла как звезда, как комета в гастрономический мир. И сегодня не только все северные страны работают, но и Эстония работает в этом поле. И уже и в Америку она принесла, потому что она принесла свежесть, свежесть принесла цвет и очень много появилось натуральных продуктов и совсем другое отношение к кухне. Сможем ли мы сделать это, повторить? Сможем. Если мы посмотрим географию Эстонии и посмотрим на географическое положение, как много у нас воды, как много у нас леса, как много у нас разных продуктов, еще не открытых продуктов. И порассуждаем над тем, что сколько остается несобранных ягод, сколько остается несобранных грибов, которые мы продаем ягоды финам, которые делают из ягод хорошие джемы и продают нам вдвойне обратно или в тройной цене. Мы продаем грибы итальянцам, они их сушат и продают нам обратно, когда мы можем сами сделать это все и придать им добавочную стоимость. Посмотрим на это простое блюдо. Это пюре с белыми грибами. Вот этот простой минимализм, кажется, что здесь такого особенного? В Эстонии 200, более 200 сортов картошки. Из одной картошки можно сделать хороший салат, одну можно хорошо пожарить, одну отварить и так далее. Но во Франции я наблюдал такую сцену, что бабуля там выбирает картошку, а продавец уже разнервничался и говорит, что вы бабуля выбираете здесь так много? Берите картошку, все у нас хорошие. Она говорит, нет, дорогой, мне нужна для пюре картошечка. Так вот, для пюре картошечка она особенная. И это мы должны знать. Значит, вот если мы сделаем это пюре из правильной картошки, по правильной технологии, сделаем его воздушным, через сито, во время варки мы добавим лаврушечки, добавим чесночка, облагодарим его потом хорошим фермерским деревенским маслом, посолим правильно, этот грибок срежем именно так, чтобы он оставил форму, пожарим этот грибок вместе с чесночком, не пережарим. Поставим всего три грибочка, и это может быть шедевром, таким алмазом, что он покорит весь мир. И всего три компонента. И так нужно будет обойтись со всеми деталями эстонской кухни. Но посмотрим на карту Эстонии. Здесь у нас карта диалектов. И вот предыдущие выступающие, ища клады, вот в каждом этом, в этой области свой диалект. А значит, и свои вкусы, и свои приемы приготовления пищи, свои маленькие хуторки, где у каждой хозяйки есть какой-то свой в заначке, свой рецепт. Она делает это как-то по-особенному все. Так вот, здесь где-то 10-12 диалектов. Но 10-12 кухонь, мы так много продуктов эстонских не соберем. Но соберем все-таки на 4 кухни, это точно. Как это все оправдывается? Потому что кухня островов и прибрежья отличалась от кухни староверов и отличалась от кухни Южной Эстонии. Везде имелись свои маленькие нюансы, которые сейчас, ну, не очень-то эксплуатируются, а зря. Нам бы было очень интересно поехать каждое лето. Но Эстония очень прекрасное время, летнее время для отпуска и отдыха. И езда по Эстонии, это просто приятно. И чтобы в каждом хуторке, в котором мы останавливались, утром мы находили не келлокс и нутелла, что нам предлагают, нарезанные помидоры и огурцы на завтрак. А там были свои эстонские продукты, которые в радиусе этого хуторка на 100 километров. Это все мы можем сделать. Когда мы нашли вот эти диалекты, вкусовые диалекты, мы узнаем, какого цвета кухня эстонская, какого она вкуса, какие тональности у нее есть, какие особенности. Разделим эти блюда, которые мы найдем по всей Эстонии, разделим их на молекулы или же это блюдо, разделим на такие детали, с чем оно сочетается. Ведь главное то, что гарантирует успех. Успех гарантирует не то, что мы делаем правильные вещи. Мы выбираем правильные вещи и делаем правильные. Мы должны их делать правильно. Это значит, мы должны все-таки быть интеллектуально подготовлены гастрономически, знать свою кухню и знать эти природу продуктов и как они между собой сочетаются. Из этого создается основной вкус продукта. И он тогда работает как отличие от другого продукта. Если мы определим, что в Эстонии, скажем, кислый вкус, сладкий, или какое-то другое сочетание, тминный, с дымком и так далее, тогда мы сможем построить на этом уже такие отличающиеся, блюда, которые будут интересны не только нам, но и другим остальным. Сегодня кухни являются гордостью любой национальности. И не только гордостью, но и очень большим аргументом конкуренции между странами. У нас есть возможность. Есть характерные блюда у таких областей, как острова и прибрежная Эстония. Очень отличная и очень хорошая гамма, палитра продуктов и кухонь, и особенностей в Южной Эстонии. Умамек, Центральная Эстония, Мульгикёк и Сету, Ивана Усулистыкёк. Эти кухни могут в свое время разделяться на деревенскую, мызовскую и городскую. И также их и культивировать как деревенскую, потому что чем брутальнее, чем старее кухня, тем больше она интересует и нас, и туристов. Ее сделать по старым, старым тех же методах, скажем, в больших горшках, на открытом огне и так далее. Не надо, сейчас мы встречаем все-таки в каком-то маленьком хуторе туристическом, томат, мадзареллы, базилик и так далее, и так далее. Мы по такую палитру всяких, а эти все вещи очень простые, чтобы до них достичь, это значит, это нужно знать, этого нужно очень хорошо хотеть. А когда мы очень хорошо желаем, то это все равно, всегда этого добиваемся. Центральная Эстония, Мульгима, это сердце Эстонии, Виллианде и Пайде, откуда теоретически вышла Мульгикапшат. Вы знаете Мульгикапшат? Поднимите руку. Отлично. А кто пробовал? Супер. А кому понравилось? Прекрасно. Значит, я дальше могу не говорить, я могу сесть и буду следующий выступать. Значит, возьмем Мульгикапшат. Как их можно сделать? Ведь так же, как и картошка, 200 сортов, так и капусты есть 10, 15, 20, 30. Для того, чтобы для Мульгикапшат собрать, взять капусту, есть такая крепкая, белокочанная, она не рыхлая. Если мы ее нарежем такими же инструментами, такими же ножами, как режут, как работают японцы со своей кухней, эти ножи не продавливают овощи, они их срезают очень тонко, когда мы видим текстуру этого овоща, и когда он оставляет сок себе. Вот эти технологии тоже нужно знать. Когда мы приготовим эту капусту в специальной дубовой бочке, засолим специальными эстонскими специями, которые мы в процессе продвижения эстонской кухни, и когда мы ищем эти основные вкусы этой кухни, мы найдем их, и тогда мы найдем и вкусы, каким дымком коптить рыбу, и какими специями квасить капусту. Так вот, если эту капусту мы нарежем длинненькими африканскими косичками или как спагетти, мы ее засолим, когда она будет готова, мы ее ставим на тарелку, значит, ее не надо перетушивать. Очень простая вещь со всеми кухнями такая, что все старые, древние, интересные рецепты их как бы деконструктируют и потом конструктируют по-новому, потому что мы сейчас питаемся совершенно иначе. Если раньше пища должна быть компенсировать физический труд, то сегодня наши технологии, компьютерщики, они хотят совершенно другого, и им нужна совершенно другая пища. Но нам хорошо, и всем хорошо, значит, пища генетически, та, которая в радиусе нас 100 километров, и того климата, в котором мы живем. И другая еще бы важная вещь, что экологический след тоже короче. Что для этого нужно сделать? У нас база абсолютно есть, продуктов, уйма. Мы берем книгу Алис Мора. Датчане сказали, что у них такой книги нет. Датчане это те, которые были архитекторами новой северной кухни. У них такой книги нет. Но они это сделали. Они это сделали с красивым маркетингом, они ее хорошо продвигают и сделали ее всемирно известной. Но в этой книге нет рецептов. Алис Мора была домоведом, историком. Она писала, что где ели, как ели. И это клад, опять-таки, предыдущего, выступающего, вспоминая. Это клад для эстонских поваров. Напомнить эту книгу рецептами. Напомнить эту книгу рецептами. И, естественно, что нам нужно всем вместе с вами какое-то согласие в этом деле продвижения эстонской кухни. Согласие такое же, как есть манифест средиземноморской кухни и есть манифест северной кухни. Это повторить нужно для эстонской кухни. Мы все должны знать, чего мы хотим добиться, куда мы хотим дойти. Это должны знать и те, кто осуществляет политику питания, те, кто пишут о ней, и те, кто ее употребляет. И нам нужно знать, что мы хотим ее. Если мы приедем в деревню, в деревенский хутор отдыхать, то эстонский завтрак, эстонский завтрак, так же, как английский завтрак, так же, как межконтинентальный завтрак, как же французский завтрак, это один из способов продвижения эстонской кухни. Если у нас на каждом углу будет эстонский фастфуд, но дело в том, что все эстонские продукты новой эстонской кухни должны по качеству быть выше, чем любые другие. Тогда они будут востребованы. Опять-таки, что для этого надо? Для этого необходим мастер-план и продвижение. Для этого, к сожалению, надо придумать новый велосипед. Новый электрический, без водителя, велосипед, который повезет нас не туда, где тепло, светло, хорошо и дешево, а повезет туда, где очень высокие требования, где очень высокая культура, и где можно это все подороже продать. Это непростая задача, но она выполнима. Потому что, если хорошо захотеть, то это все можно выполнить. У нас есть уже маленький шаг. Вот эта книга тысяча продуктов, которые нужно попробовать раньше, чем мы уйдем в лучший свет. И это таллиннские кильки. Здесь, к сожалению, авторы, которые выпустили эту книгу, сняли селедку, но это не важно. Важна сама суть, потому что там эстонский флажок. Значит, мое выступление носит какой-то такой чуть-чуть обывательский характер. Life is good, but good life is better. Так что давайте жить дружно одно и давайте жить лучше. Хорошо кушать хорошо, а кушать очень хорошо. Согласны? Спасибо. 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 Спасибо.